МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных происшествиях в области через объектив нашей камеры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три человека травмированы в результате взрыва газа в Донецке. Произошло это в минувшее воскресенье в одном из частных домов поселка Лидиевка. Пострадавший госпитализированный вожоговый центр. Предварительная причина случившегося неисправность газового баллона. Подробности происшествия в репортаже камеры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виктор Кутюру в больнице с ожогами рук и лица. В тот вечер мужчина пришел к другу в гости. Во время взрыва находился на веранде, где хранился баллон. Мы зашли и почувствовали газа, запах. Запах. Ну как? И придали значение этому. Вот. И закурили. И, получается, я стоял возле входной двери. Меня выкинуло просто. А Женька стояла возле газа. Ну и о Кате я не помню, где она находилась. По словам медиков, состояние пострадавших удовлетворительное. Угрозы их жизни нет. Только у одной пациентки ожоги на площади 25%. У двух лицо и кисть. У остальных ребят лечение мы проводим. Консервативное. А завтра, наверное, уже будем оперировать. 50-литровый газовый баллон хранился в доме. В результате взрыва выбило стекла в веранде. Сейчас вместо окон здесь картон. Вследствие накопившейся концентрации газовой смеси произошел взрыв. Газовый баллон целый. Он вообще не поврежден. То есть не произошла разгерметизация его. И вследствие чего газ, собственно говоря, попал в воздух этой веранды. Свою проверку проведет и милиция. Только после этого назовут окончательные причины происшествия. Не преступник, а жертва обстоятельств. Так о подростке, едва не убившем 7-летнего ребенка, говорит его мать. Уверена, это была драка, которую пострадавший спровоцировал сам. Напомним, в поселке Моспино 14-летний подросток едва не убил второклассника. Он жестоко избил мальчика и попытался спрятать его в яме на территории заброшенного дачного дома. Ребенка удалось спасти чудом. Подробнее в следующем сюжете. Подошли мы к этой яме, открыли крышку. Где-то здесь была, вот, типа вот такой бетонной плиты. Открыли крышку. Вот этот весь мусор был на ребенку. В этом колодце на глубине трех метров ребенок пролежал почти сутки. Накануне днем он пришел из школы и поехал кататься на велосипеде. Домой так и не пришел. Сначала родители сами пытались найти сына, после обратились в милицию. Учитывая местность проживания ребенка, что это поселок городского типа, что вокруг много заброшенных дачных хозяйств, разрушенных домов, сливных ям, первая версия выдвигалась сразу же, что с ребенком могло случиться несчастье. Поэтому на розыск ребенка были задействованы все семьи. Ребенка правоохранители жителей поселка искали всю ночь. На следующий день возле одного из заброшенных домов увидели велосипед мальчика. Как искал ребенка, бабушки, дедушки, всех подняли на уши. Каждый дом, все, каждое захолустье какое-то, все обрыли, все обыскали. Осадки все обошли, все полностью. Потом кинулись в колодцы здесь, потому что нам говорили, что где-то в какой-то яме должно быть. Кинулись в колодцы, колодец был заброшенный с шлакоблоком, кирпичами и всем остальным мусором. Мы раз отошли, второй раз, а потом девочка другая подошла к нам, он заплакал, мама и все. Когда я увидела, когда уже достались мальчика шлакоблочины, этот весь мусор, когда я это увидела, я в шоке была. У него было лицо все в крови, синее, страшно. Ребенка достали из ямы, доставили в больницу. По словам медиков, мальчик поступил к ним без сознания в крайне тяжелом состоянии. Каких-либо прогнозов медики не давали. Первые сутки боролись за жизнь маленького пациента. Сейчас состояние семилетнего Ильи оценивают как удовлетворительное. Но отмечают, впереди у ребенка длительное лечение. При обследовании выявлена открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом свода основания черепа, множественные скальпированные ушибленные раны, волосистые части головы, лица. Соответственно, травматический и геморрагический шок и общее переохлаждение. Подозреваемого в жестоком избиении школьника задержали в этот же день. Им оказался 14-летний житель поселка. Старший подросток избил, толкнул с велосипеда младшего, тот упал и пригрозил, что он расскажет об этих обстоятельствах падения своим родителям. И поэтому старший подросток, испугавшись по всей вероятности какой-либо расправы со стороны родителей потерпевшего, тут же на месте поднял палку, нанес два удара палкой по голове потерпевшего. Когда 7-летний Илья потерял сознание, сбросил его в яму и забросал кирпичами. В отношении него открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы, пока он отпущен домой. По словам жителей поселка Моспино, 14-летний школьник и до этого вел себя агрессивно. Местная детвора его боялась. Ну, такой, вроде на взгляд, он вроде бы как бы ничего мальчик, но он не может и взрослым нагрубить, и детей запугивает, тоже, и оскорбляет. Подожди, что он камнями кидает? Да, и камнями кидает, и пригрожал ножом как-то было, Женя мне мой сын рассказывал. А вот в школе, где учатся подозреваемые, говорят, что раньше конфликта у подростка с другими учениками не было. Кидима обучается в нашей школе в седьмом классе на индивидуальном обучении. Учится он у нас третьего класса. Ребенок спокойный, средний уровень компетентности, агрессии в школе никогда не проявлял. По версии самого подростка, причинить вред семилетнему ребенку он не хотел. Тот сам спровоцировал конфликт. Ну, тогда он обзывался, и она это не обращала внимания, пыталась все это замять. Потом он увидел колодец, посмотрел, туда упал. Я его вытащил. Он начал кричать, что я его туда кинул. Начал обзываться, сказал, что меня его родители убьют. Ну, я его тогда толкнул. Он меня тоже. Я увидел доску под ногами, взял его по голове и ударил. Ему ничего не было, он кинул у меня бутылку. Начали драться. Я его ударил выше живота, он головой об камень упал. Увидев, что семилетний Илья без сознания, испугался, поэтому спрятал его в яме. В тот момент он не отдавал отчет своим действиям, уверена мать Димы. По ее словам, у сына есть отклонение в развитии, но агрессивным он никогда не был. У него умственное осталось. Ему нельзя нервничать. Ему нельзя. Он просто замыкается, он потом может не разговаривать. Была причина в том, что он сделал. Его, во-первых, этот мальчик постоянно обзывал. И не только этот мальчик. Все ребята его обзывали, что он и дебил, и конченый. Я неоднократно ругалась с ними по поводу того, они могут в него и камни бросать. Они его обзывают. Такой поступок подростка – это реакция на отношение к нему окружающих, уверен психолог Виталий Лунев. По его мнению, школьник, скорее всего, осознавал, что делает, но справиться со злостью и желанием отомстить не смог. Здесь обязательно нужна социально-психологическая реабилитация. Обязательно. По одной только простой причине, что если сейчас он застрянет вот в этом образе, новый для него образ, у него есть теперь опыт насилия, этот паттерн поведения может закрепиться. И в следующих похожих случаях он поступит абсолютно так же. Несмотря ни на что убийца своего сына Инна Пальчинская не считает, невиновность сына готова отстаивать до последнего. А вот родители пострадавшего мальчика ждут справедливого наказания для подростка, едва не лишившего жизни их ребенка. За любовь к деликатесам до трех лет лишения свободы в Мариуполе задержали женщину, укравшую в супермаркетах красную икру. По информации правоохранителей, подозреваемая за несколько дней вынесла из магазина более двух килограммов деликатеса. Каждый раз в торговый центр женщина приезжала на собственном внедорожнике. Недостачу товара обнаружила руководство супермаркета и обратилась с заявлением в райотдел. По видео с камер наблюдения правоохранители вышли на 32-летнюю местную жительницу. До этого женщина в поле зрения милиции не попадала. Вершая покупки, складывала их в корзинку, которую брала на входе в указанный торговый центр. После чего искала в данном магазине мертвые зоны, куда недостают камеры видеонаблюдения. И некоторые продукты питания, а именно красная икра, она перекладывала из корзинки в свою женскую сумочку. После чего она направлялась к кассе, где выкладывала товар из корзины на ленту. Проплачивала, расплачивалась за приобретенный товар. Однако тот товар, который в сумке у нее находился, она не оплачивала. Фигурантке удалось вынести с торгового центра трижды две банки по килограмму и одна 300 грамм. Материальный ущерб составляет более 3,5 тысяч криен. Домушника задержали сотрудники Государственной службы охраны в Донецке. Он пытался вынести из дома ноутбук и документы хозяев жилища. Около 12 часов дня на пульт Государственной службы охраны поступил сигнал о взломе. Прибывшие на место правоохранителя задержали 60-летнего мужчину. У него в сумке сотрудники милиции нашли похищенные вещи. Как выяснилось, подозреваемый уже был судим за подобные преступления. Последний раз освободился меньше года назад и находился в розыске за разбой. По словам задержанного, кража готовился заранее. За домом следил несколько часов. Когда хозяева уехали, проник вовнутрь. То, что помещение оборудованной сигнализацией, не знал. Меня задал хозяев, что ты здесь делаешь? Я же вооружусь. У нас были документы. А что это документы? Паспорт? Паспорт, да, и банковский. А что ты бы с ней делал? Как что? С паспортом что бы делали? Ну как что? Ну делали документы, мы тут погибли и все. А, ну а счета банковские? Да ну что, документы, документы. Объект был заблокирован, ожидали хозяина дома. По прибытию хозяина объект был обследован и был обнаружен неизвестный, который путем разбития стекла на тыльной стороне дома проник в помещение и пытался вынести вещи хозяина. Ноутбук, цифровая видеокамера, паспорт. Незаконный пункт приема металлолома закрыли в Макеевке. Изъято почти полторы тонны черного лома. Среди найденного правоохранители обнаружили больше десяти чугунных крышек, снятых с канализационных колодцев. Подробнее в репортаже камеры. Металлолом принимали в этом доме. Здесь, во дворе правоохранители, нашли весы, железные трубы и металлические решетки. Среди металлолома было десять мешков с чугунными крышками, снятыми с канализационных колодцев. Проходятся обломки металлических люков, которые были похищены. Скорее всего, с канализационных колодцев. Сколько? Количества я вам сказать не могу. По той причине, что они, как видите, вот в таком состоянии все. Если считать их количество, просто невозможно. Откуда во дворе крышки люка, хозяйка дома не объяснила. Общаться с журналистами отказалась. По словам соседей, действует эта точка больше года. Работает с утра до позднего вечера. Ручу водами. А что вы не знали, что вы не принимаете? Знаю, что она ходила беременная. Она беременная, уже не могла ничего принимать. Вот она родила ребенка. Я знаю, что у нее трое детей. Она одна воспитывает. Я не знаю, она где-то работала. Но мы так, чтобы общаться не общались. В информации макеевских правоохранителей, число краж крышек люков растет. Только за последнюю в Центральный городской отдел милиции поступило пять таких заявлений. Часть пропавших крышек нашли в этом дворе. Сейчас выясняют, кто их сюда принес. В отношении организатора незаконного пункта приема металлолома открыто уголовное производство. Данный фанк зарегистрирован в установленном законном порядке. Выявленный металл будет изъят и направлен на ответственное охранение. Данное правонарушение квалифицируется по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса. Нарушение порядка осуществления операций с металлом. Санкциями данной статьи предусматривается наказание в виде штрафа от 8500 гривен до 25500 гривен. Или общественными работами на срок до 200 часов. Всего в этом году правоохранители Макеевки ликвидировали более 30 незаконных пунктов сбора металлолома. Группа воров, вырезавших железнодорожные рельсы, задержана в Донецке. Подозреваемые демонтировали 50 метров пути, сообщают пресс-службе транспортной милиции. Сообщение о краже поступило от дежурной станции «Караванная». Выехавшие на место правоохранителя задержали 6 человек. Подозреваемые в этот момент уже сложили похищенные рельсы в автомобиль и собирались уезжать. Также в машине были найдены газосварочные аппараты и кислородные баллоны, с помощью которых срезались рельсы. Подзвонил мне мой напарник, предложил работу, загрузить рельсы на станции «Караванная» за гражданное возглавление. Мы приехали на станцию «Караванная», загрузили рельсы в грузовой отдел, приехали сотрудники милиции и задержали. Вказанную информацию внесено до единого реестра досудовых расследований и вынуждена квалификация за частью 2 ст. 185 КК Украины. Крадежка выполнена повторно или за предыдущей группой людей. Данный злочин карается ограничением воли на срок до 5 лет или избавлением воли на тот же срок. Войну мажором объявили донецкие госавтоинспекторы. Под их прицелом оказались владельцы иномарок, превышающие скорость и садящиеся за руль в нетрезвом виде. В ГАИ отмечают, именно эта категория автомобилистов чаще всего нарушает правила дорожного движения. Чтобы их дисциплинировать, минувшую пятницу в Донецкой области прошла спецоперация «Мажор». Как сотрудники госавтоинспекции борются с нарушителями на дорогих иномарках, видели журналисты камеры. Центр Тонецка. В 8 часов вечера сотрудники ГАИ открывают охоту на нарушителей на престижных иномарках. Инспекторы останавливают «Мерседес» без номерных знаков. А похитили вот такие нехорошие люди, оказывается, дней 10 назад. По всей видимости, немецкие номера им понравились так. Протоколы составляться не будут, потому как гражданин подал заявление в Ворошиловский райотдел, так как у него похищен номер. Он и машина в Германии. То есть мы здесь не можем восстановить такие номера. А это автомобиль-трамвай. Такой номерной знак установлен на машине. Инспекторы проверяют его подлинность. Убедившись, что он настоящий, водители отпускают. Счастливого пути. Все, спасибо. Неважно, не жаль. А вот водителю «Хонды» штраф заплатить придется. На автомобиле нет номерного знака. Объяснить, где он, хозяйка машины, не может. Не знаю я. Ну, где он? Я не знаю. Я не знаю, потерялся. Можно. А давно нет? Смелого. Отсутствие номерных знаков, мы не поймем, откуда машина. Может, она в розыске, может, она еще где-то там. То есть, если их оба нет, этого номера, мало ли, вдруг человек совершил ДТП какой-то и скрылся. То есть мы не можем найти эту машину без номера. И это, как бы, по правилам дорожного движения запрещено. А этого водителя, сотрудникам ГАИ, пришлось доставить в райотдел. Его остановили за то, что двигался по встречной полосе движения. По словам очевидцев, инспекторы предупредили автомобилиста о том, что здесь одностороннее движение. После этого нарушитель попытался скрыться во дворах домов. Они проследовали за автомобилем на своей служебной машине. Автомобиль свернул во двор. Инспектор, соответственно, проследовал за ним. После того, как белый автомобиль остановился, из него выбежал человек и начал скрываться путем бегства от инспектора. Инспектор его догнал, попросил предъявить документы. Ни водительского удостоверения, ни техпаспорта у нарушителя не оказалось. К тому же, от него пахло алкоголем. По словам инспектора, в прошлом году этого водителя лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Почему сел за руль, мужчина объяснить не может. Заверил только, что трезв, но пройти медицинское освидетельствование отказался. Сегодня вы что-то употребляли из спиртного? Нет. Вчера употреблял. Вы не отказываетесь от посудительства? Отказываюсь. Отказываетесь? Да. А почему? Потому что не посудительства. Ну почему, скажите, пожалуйста. Потому что не посудительства. На водителя инспекторы составили административный протокол. Автомобиль изъяли и поставили на штрафстоянку. Всего за 8 часов дежурства струдники ГАИ поймали около 70 нарушителей. 12 из них управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 8 были без документов. По словам инспекторов, ночь с пятницы на субботу для проведения отработки выбрали неспроста. Именно в это время происходит наибольшее число нарушений, которые нередко приводят к ДТП. Люди идут на выходной, соответственно, иногда употребляют спиртные напитки, катаются за рулем и, соответственно, нужно предотвращать эти все факты. Подобные отработки послам инспекторов проводятся регулярно. Главная их цель – уменьшить число аварий на дорогах. Всего с начала года в Донецкой области произошло более 700 ДТП. 82 человека погибло, почти 900 ранены. В Украине стало меньше заключенных. Их число, по данным Генпрокуратуры, за последние полгода сократилось на треть. Все это результат действия нового Уголовно-процессуального кодекса. Если до вступления его в силу за уголовное преступление, как правило, сразу арестовывали, то теперь все чаще отпускают под личные обязательства домашний арест или залог. Взятие под стражу считается исключительной мерой. Что это – европейская норма или излишняя лояльность к преступникам, выясняли журналисты камеры. Это Донецкий следственный изолятор. Здесь до вступления в силу приговора суда содержатся те, кто совершил преступление. По словам руководства учреждения, еще полгода назад изолятор был переполнен. В нем находилось более 2300 заключенных. В некоторых камерах спальные места располагались не в два, а в три уровня. Сегодня число арестантов сократилось на 400 человек. Именно у нас вышло в норму содержание, у нас с уменьшением количества мы содержимся в ноль, то есть по местам. В некоторых случаях даже в каких-то степени меньше, даже в камере, ну как на примере этой камеры. Камера предназначена для заключенных, рассчитана 15 квадратных метров, рассчитана на 6 человек. В настоящее время здесь с введением нового ПК содержится 2 человека. Так, можно сказать, среднесписочные содержания лиц до введения в ГУК в действие в 2012 году содержалось в следственном изоляторе 2341 человек. В настоящее время, если взять среднесписочный список, содержится 1968 человек. Теперь в следственный изолятор попадают только за тяжкие преступления, такие как убийство, разбой или грабеж. Взятие под стражу считается исключительной мерой. Ее применяют в случае, если задержанный может скрыться от следствия или оказывать давление на свидетелей и потерпевших. Остальные, как правило, отпускают под личные обязательства, домашний арест или залог. Исследуется личность лица, исследуются его социальные связи, исследуются его трудоустроенность лица, его семейное положение, материальное положение, возможно наличие каких-либо заслуг перед обществом. Или же наоборот, исследуется его история привлечения к уголовной ответственности. Безусловно, это будет считаться одним из рисков того, что лицо может уклониться. Особо тяжкие преступления, то есть предусматривающие санкции в своей статье наказания в виде лишения свободы более 10 лет, это естественно также учитывается, должно учитываться судом, но не должно быть определяющим. Такой подход правозащитники считают правильным. Уверены, треть из тех, кого раньше брали под стражу, не представляли опасности для окружающих и не нуждались в изоляции. Дождаться приговора суда они могли не за колючей проволокой, а дома рядом с родными. Если это человек без определенного места жительства и отпустив его, следствие потом не будет знать, где его найти, то, быть может, и надо бы брать под стражу. Но если у человека есть семья, работа, он никуда не денется. Многих людей, которых берут под стражу, можно не брать. Я могу назвать цифру. Порядка 13 тысяч человек из СИЗО выходят на волю. Это значит, они или получили наказание, не связанное с лишением свободы, либо им заменили меру пресечения. Но среди них есть несколько десятков и оправданных. Богдан уже дважды судим сейчас под стражей за серию краж. Ожидают приговор суда в следственном изоляторе. Уверен тем, кто оступился, нужно давать шанс исправиться. Говорит, если бы сейчас оказался на свободе, навряд ли снова пошел на преступление. Мало ли, может, человек отдумается. Всякое бывает. Может, он совершил, что-то на это толкнуло. Дюрьма не исправляется. Человек, если сам себя захочет исправить, он не исправит. А дюрьма не исправит, какая бы она ни была. Однако не все подозреваемые, оставшиеся до приговора суда на свободе, используют данный им шанс. Некоторые совершают очередное преступление или скрываются от следствия. Так, сотрудники Центрального городского отдела милиции за сбыт наркотиков задержали мужчину. Суд отпустил его под личные обязательства. Теперь правоохранители не могут найти подозреваемого. Почему на гвардейском суде? Человек привлекается по 307-й, это сбыт наркотиков, и 309-й. Там он находился на подписке невыезде. Сейчас у нас он был задержан по 309-й, части 2-й, по повторности. Мы вышли сходить в СМС-суд. Ну, суд, естественно, потому что 309-я, часть 2-я, не является тяжким преступлением. Суд его, так сказать, отпустил на... ну, не арестовал. В настоящее время он скрывается от следствия. Ну, у нас уже на него имеется и другое, так скажем, еще более тяжкое преступление. Но пока это единичные случаи, отмечают в милиции. Не приведет ли такая лояльность законодательства к всплеску преступности в будущем, прогнозировать не берется пока никто. Больше информации о событиях в области и стране читайте на нашем портале union.ua. Здесь вы сможете не только посмотреть программы, но и узнать самые свежие новости. Будьте в курсе последних событий с информационным порталом union.ua. А если вы хотите, чтобы о происшествии очевидцем которого вы стали узнали все, или у вас есть интересная тема для нашей передачи, пишите нам на электронный адрес camera.union.tv.gmail.com или звоните по телефону 095-295-1989. Это были главные события минувших 7 дней. Я с вами прощаюсь. Пусть в объектив ваши камеры попадают только приятные события. Увидимся ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok